АВАТР Совсем недавно китайский автопром в России был синонимом ужасного качества и недолгой службы. Но японские, корейские, европейские, американские марки официальной страны ушли, а китайские постепенно заполняют улицы. Какие они могут ли заменить проверенные временем автомобили? Стоит ли их бояться и каких сюрпризов ждать? Об этом в большом репортаже ТВК. В 2013 году у меня был Fav V5. Это единственный мой китаец первый, я его покупал для работы. На Рикане, в принципе, он похож на Гранта, на Ладу Гранту. 200 тысяч откатал на нем, в принципе, подвеска вся родная осталась. Двигатель только единственный номер 350 тысяч. Ну, на этой машине я откатал, получается, такая еще 16 тысяч, 462 километра. Это Анатолий, а это его почти новый Черри Тига 4 Про. В салоне такой за 2 миллиона 100 тысяч. Черри на китайском что-то вроде благословения свыше. Тига значит тигр. В общем, четвертый профессиональный тигр, благословенный свыше, ни много ни мало. Тигр этот Анатолию нравится. Пока не ломается, в морозы заводится. В пятой точке водителей передного пассажира подогревает так, что нашему оператору не по себе. Ну да, здесь подогрев очень хороший. Я тоже не особо любитель, когда подогревается сидение. Но когда полотно, включишь, в принципе, нормально. Раньше у Анатолия был Форд Фокус. Благословенный тигр, говорит, внутри получше. Здесь экраны, современная мультимедиа, телефон можно подключить, функциональный руль. Не без недочетов, конечно, салон, но в целом Анатолий доволен. Ну, плюс-то у них красивое, конечно. Современное, очень радует. Но подочечник сделали не совсем удобно. То есть очки сюда не помещаются. Посмотрите, проемы вообще маленькие. Зато уже, ну, отклеены. То есть не просто обычно пластмассовые. Алькантар. Алькантар, да, здесь совершенно верно. Chery Tiggo 4 Pro автомобиль, конечно, бюджетный, не премиальный. Но и Анатолий у нас не олигарх. Китайского автопрома он не боится. Главная машина почти новая. Случись что, официальный дилер должен помочь. Машина на гарантии, в принципе. Я ее обслуживаю у дилера. Если что-то полетит, заменят по гарантии. А что, ты летел уже? Нет, пока нет. Только масло поменял. Единственное, что лобовое стекло произошлось. Попал камень сюда, ну, как бы неприятно. Включил подогрев стекла, и он произошелся. Какие гарантии? 5 тысяч гарантии было на стекло, а лопнуло при 10 тысяч. Это единственное, что неудобно. Вы нас снимаете на камеру, он снимает нас на свои больше 10 камер. Так что мы все, получается, сами полностью surrounded by cameras. Ну что, тачка классная, мне нравится. А это Евгений и его Zikr 001. И да, у машины 13 камер. Они помогают водителю маневрировать. Автомобиль подороже благословенного «Тигра» марка премиальная. Zikr расшифровывается как секретный нулевой выброс эры электрической эволюции. Боги нейминга придумывали, старались. Zikr 001, как вы догадались, электромобиль. Его не нужно заправлять бензином или дизелем. Работает от аккумуляторных батарей. Zikr настолько крутой, что сам открывает вам двери. Фантастика! И дальше, смотрите, я ничего не делаю. Ручки вот они. Самая фишка, фишка здесь, что тебе больше всего нравится? Безумное ускорение вообще. Суперконтроль, причем в тишине. Это пугает намного больше, чем рев двигателя. Чем рык двигателя. Ты понимаешь, что он собирается тебя толкнуть вперед. А тут он просто... Зикр официально в Россию не поставляется. Евгений пригнал его сам на свой страх и риск. Пока говорит, никакого страха и риска. Стоимость машины около 7 миллионов. Китайцы многие боятся из-за якобы ненадежности. У тебя был такой страх? Давайте начнем с того, что в принципе, что мы называем китайцем. Вот, допустим, айфон, собранный в Китае, это китаец. А тогда Rolls-Royce, а, брул, Range Rover, принадлежащий индийской компании. Он индус. Зикр разрабатывался в Нидерландах, европейскими инженерами. Единственное, что есть в нем китайское, это китайские деньги. Почему он китайец? Раньше Евгений предпочитал породистых немцев. Говорит, Зикр не только не уступает им, но по уровню оснащения даже превосходит. К примеру, светопропускаемость панорамного остекления крыши меняется с помощью одного нажатия. С кнопки отпирается и бардачок. Видимо, производитель предполагал, что там можно возить крупные суммы денег или драгоценности, потому что он как сейф. Не знаешь код, не откроешь. Атя, красота, да? А если вы подумали, что Зикр 001 самое крутое произведение китайского автопрома в Красноярске, вы ошиблись. Вот самый дорогой китайский автомобиль в Красноярске. Марка называется BID, ее также называют BIT. Стоит он 25 миллионов рублей. Ну или точнее в этом автосалоне его так оценили. Говорят, что покупатель уже нашелся, автомобиль продан, и покупатель якобы забрал ключи, и посмотреть детально как-то сегодня мы его не сможем. Но машина, конечно, достойна особого внимания, ее мощность больше 1100 лошадиных сил. Она может разворачиваться на одном месте, также она может плавать со скоростью 3 км в час. Да уж, китайцы постарались удивить, и у них это получилось. Правда, опции разворота на месте и хождение по водоемам скорее для вау-эффекта. Вряд ли они пригодятся в реальной жизни. Все-таки утопить машину за 25 миллионов рискнет не каждый. Но эта модель подтверждает, китайские машины не пальцем деланы. Кажется, еще пару лет, и мальчишки будут мечтать не о Мерседесах и BMW, а о Зикрах и Би-Айди. Скажите, может быть, кто-то по-русски... Ну и какой же рассказ о китайских машинах без самих китайцев? Вот они торгуют себе потихоньку ширпотребом в Красноярске. Сами ездят на своих отечественных машинах и нам советуют. Хэ Сяогуань, по-русски Толя, продает обувь и считает, что китайских автомобилей не стоит бояться. Сам он ездит на Джили и вполне доволен. Сейчас в Китае качество вообще нормально. Нормально? Да. Не как ландшафт, но в Китае машина вообще качество. Которые в Чили, в Дили, это все нормально. А вы, допустим, на чем ездите? У меня китайская машина едем. Китайская? Да. В Чили. В Джили? Да, в Чили. И как она? Нормально. Скорее год едем на Норман, таскай, давали. А вот Шэнь Джун Лян советует нам покупать Лисян или Танк. Сам он о них мечтает, но ездит на Тойоте не первой свежести. Вот как надумает менять, возьмет обязательно китайца. Танк, да. Танк, тоже самый красивый. Это самая Хуэвэй лучшая машина. Хуэвэй Сайдмаса. Танк это Хуэвэй, да? Да. Вообще. А вот наши многие боятся, что там двигатели выйдут из-за того. Не, не переживай. Двигатели все одинаково, мирно. Все делаем. Танк это, к слову, не тот, что с пушкой и пулеметом. Это марка машины, которую продают и в Красноярске. Внедорожник. Китайский лэндкрузер. Пользуются большим спросом, в том числе потому, что других джипов в нашей стране официально почти не продают. Большое преимущество китайских танков и других машин, на них действует гарантия от производителя. Выйдет из строя двигатель, коробка передач, дилеры должны заменить. Менеджеры в автосалонах успокаивают, китайцы совсем не те, что раньше. Двигатели собственного производства, мотор 1,5 турбо на 181 лошадиную силу, попал в книгу рекордов Гиннесса. Он проработал 259 часов 46 минут в прямом эфире на 5,5 тысячах оборотов. Да и представлять китайский автопром как отсталый в корне неверно. В 2023 году Китай вышел на первое место в мире по продажам машин, обогнав, казалось бы, вечного лидера США. Поднебесные купили 26 миллионов автомобилей. Кроме того, Китай – лидер по экспорту машин, в том числе благодаря экспансии на российский рынок. Страна продала за рубеж 5 миллионов 260 тысяч своих танков, зикров и прочих лисянов. Для сравнения, в России за тот же 2023 год произвели 537 тысяч машин. Это почти в 60 раз меньше, чем в Китае. Лидер продаж в Китае – Tesla Model Y. 456 тысяч машин. Электромобиль, созданный инженерами Илона Маска. Американский, но собирают Теслу для внутреннего рынка в Шанхае. В топ-10 самых популярных моделей также BID, Nissan, Volkswagen и Chang'an. Но вернемся к нашим автосалонам. Здесь продают тот же Chang'an, что в переводе – «долговременная безопасность». Эмблема марки – латинская буква «В» внутри овалов, означает «победа на Земле и во всей Вселенной». То есть замашки у китайских производителей наполеоновские. В реальности в прошлом году в Красноярске продано больше 300 Chang'an. Поначалу, когда мы открыли здесь автосалон, многие люди приходили и спрашивали, что такое Chang'an. Потому что не было в целом понимания, что такое Chang'an. И мы, естественно, рассказывали, что это государственная компания, то есть она надежная, имеет большую финансовую поддержку от того же самого государства. Много вливаний. Есть 9 лабораторий по всему миру. Там Япония, Италия, Франция, Англия, Германия, США и так далее. Мы прокатились на модели Chang'an Uniquei. Машина за минимум 3 миллиона 900 тысяч. Как и остальные китайцы, нафаршированные электроникой, имеют современный салон, но внутри слишком шумно. Слышно рев двигателя, работу подвески. У конкретно этой машины не работал блок регулировки, боковой зеркал, а модуль GLONASS будто прилепили сюда в каком-то гараже. К сожалению, на российский рынок, да, ставится отдельно GLONASS. Хотя в будущем сейчас, ну, есть некоторые, кстати, кнопки у нас GLONASS, которые идут за под лицо, и их практически не отличить. Вот на некоторых моделях так и стоят. Уже Chang'an непосредственно здесь договаривается с подрядчиками. Вообще даже машины, которые продаются в России официально, слабо адаптированы для нашего рынка. Машины зачастую не русифицированы. Запчасти по гарантии приходится ждать порой месяцами. Возможно, потому, что китайские производители у нас в гости относительно новые, просто не успели подстроиться. К тому же русские ведь и так купят, других-то машин почти нет. Были вопросы с моделями прошлых поколений. Там недоработаны были какие-то элементы двигателя. То есть, соответственно, по ресурсу подходил момент, и по гарантии их меняли. То есть, было такое. Что касается именно новых моделей, не скажу, что было что-то сильно часто. Некоторые модели еще пока не русифицированы. То есть, мы сейчас уже подписали с Chang'an договор, и он проводит уже полноценную русификацию всех моделей. Глядишь, еще через пару лет китайцы исправят детские болячки, наладят поставки запчастей, адаптируют машины под российский рынок. Но автомобили нужны здесь и сейчас. По оценкам экспертов, ежегодная потребность только сервисов такси в России – 150 тысяч новых автомобилей. Не закупать и эксплуатировать машины БУ для бизнеса не самый хороший выход. Затраты на амортизацию будут расти и съедать прибыль. Так что приходится рисковать и покупать китайцев. А вот руководитель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов советует все же подождать, если есть возможность, и покупку китайца отложить. Я думаю, лет 10 хотя бы, чтобы два потока гарантий, два потока вот этих поколений прошло. Ну, раз в 3-5 лет меняется поколение автомобилей. И для того, чтобы, ну, допустим, лично я пока не узнаю, там, через 10 лет опыт владельцев китайцев, не узнаю гарантийные обязательства, которые исполняют или не исполняют китайские производители, я вот точно не сяду на китайца. А чего, собственно, боятся? В интернете немало роликов, которые записали владельцы китайских автомобилей. Вот с чем они столкнулись. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Чинган СС-55, рабочая лошадка, ну, в принципе, как бы, да? Сейчас будете ржать. Педаль газа. Она пластиковая. Она просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Понимаете, я поправила коврик, и эта гребанная педаль, она просто сломалась. Новенький X-Seed за очень много миллионов денег. Полевая колонка ходит влево-вправо. Когда мы рычажок сдвинули вниз для регулировки, просто посмотрите. Влево-вправо ходят щели, где рычажки поворотников и рычажок дворников. Вот эти щели вы будете постоянно за 4 или 5 миллионов рублей наблюдать. Приехала в ремонт обивка от Джили. И вот здесь вот мы можем посмотреть, из каких материалов некачественных китайцы шьют свои обивочки. Вот этот материал, который они заявляют, что называется кожей, на самом деле, просто такой дешевый винил. И проблема заключается в том, что нитка разорвала сам материал. Добрый вечер. Что с тобой, друг? Как мне тебе ехать? Спереди крепление подрамника к кузову. Ржавеет просто. С другой стороны, тоже какая-то коррозия выползла. Сзади вот наглушитель, лонжерон. Гниет, даже шумка не помогает. Конечно, подобные проблемы, если задаться целью, можно найти и у именитых автопроизводителей. Но их официально не поставляют. Приходится работать и вместе с китайцами исправлять недочеты и проблемы. Да и власть придержащие пока не подают примера и на китайский автопром не пересаживаются. Губернатор ездит на Лексусе, мэр на Ауди, краевые депутаты на Тойотах. Президент вроде бы требовал, чтобы чиновники пересели на российские машины, которые собраны преимущественно из китайских запчастей. Но президент далеко, а привычная Тойота – вот она. У меня личный автомобиль «Фольксваген». «Торик». Да, «Торик». «Как он?» Ну, старенький уже. А это китайцы поменяли? Я уже думаю об этом. Или «Москвич». Или «Москвич». Нет, на самом деле я думаю. «Москвич» же он такой. Я думаю про электромобиль, но это достаточно дорогое удовольствие сейчас. Даже китайские автомобили, тем более электромобили. Как только Тойота себя износит, наверняка будут приобретены автомобили, более локализованные в России. Но я хочу напомнить, что Тойоты, которые в ЗАГС-собрании используются, они собраны на российском заводе, российскими руками. А безусловно, с использованием импортных комплектующих, все-таки это российское производство. Вместе с тем, купить в Красноярске Тойота или, например, БМВ все еще можно. Машины завозят через параллельный импорт через Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Китай и другие страны. Обязательства производителя на эти машины сохраняются. Но для гарантийного ремонта машину нужно везти в ту страну, из которой ее доставили в Россию. Это неудобно. К тому же с 1 апреля из-за отмены льготного утильсбора на электромобили и новых правил регистрации машин, цены на ввезенные по параллельному импорту авто вырастут. Так что потребитель будет выбирать китайские машины все чаще. Россия отправляется в будущее на китайских колесах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok